Итак, уважаемые коллеги, я вас давайте поприветствую на камеру. Тема сегодняшней лекции равномерная исходимость рядов фурия. Это следующий пункт нашего параграфа, посвященного тригонометрическим рядам фурия. Одну преамбулу я хочу, чтобы вы записали. Давайте это сделаем. Она очевидна, но все-таки достаточным условием равномерной сходимости ряда фурия является абсолютная сходимость. Абсолютная сходимость. Ребята, если я сюда модуль навешаю, то модуль экспонента чему будет равен? Единицы, да? Значит, смотрите, у меня вот этот функциональный ряд мажорируется вот таким вот рядом. Если у меня есть абсолютная сходимость, то есть и равномерная сходимость по какому признаку? Второй семестр. Такой ряд мажорируется числовым рядом. Да, абсолютная сходимость такого ряда. Напишите, это следует из признака верш трасса. Равномерной сходимости. Да, это все хорошо, но мы же с вами поставили другую цель. Мы хотим понять, не разлагая в ряд фурье, какими свойствами должна обладать сама функция, чтобы заведомо ее ряд фурье был сходящимся. То есть определять свойства желательно по функции, которую мы разлагаем, а не по ряду полученному. Договорились, да? Значит, ну, наверное, давайте вот это писать не надо. Основная теорема, которая у вас на практике должна быть, это следующая теорема. Я ее в конце как следствие запишу. Пусть, не пишите, пожалуйста, Пусть 2П периодическая функция F непрерывно на R и ее производная кусочно непрерывно на отрезке минус ПП. Тогда ряд фурье функции F сходится равномерно к F на R. Ну, уверен, что у вас на практике такая теорема. Вот наша цель получить такой вот результат. Я эту теорему получу как следствие намного более глубокого результата. Сейчас мы его озвучим. Ну, вот все-таки хочу, чтобы с практикой ассоциировалась вот эта теорема. Договорились? Итак, поехали более сильный результат получать. Мне нужно здесь несколько понятий. Какие? Определения. Функция F, определенная на множестве E, ну, со значениями в C. Это вот у нас подмножество числовой прямой. Называется, ну, давайте, говорят, что функция F удовлетворяет условию Гюльдера на E с показателем альфа. Определяем это понятие. А если найдется константа C, что для любых x, y из E выполнено следующее. F от x минус F от y не превосходит C от x минус y в степени альфа. Коллеги, взгляните, все ли понятно. Все, давайте примерчик. Приведем пример. Функция Удовлетворяет условию Гюльдера на R с показателем альфа 1,2. Это следует из неравенства. Из какого неравенства? Ну вот, нетрудно установить, возведя обе части в квадрат, что выполнено следующее. для любых неотрицательных А, Б. Коллеги, пойдет? Все ли здесь понятно? У меня вопрос, ну, скорее как задачка даю. Вот что будет происходить при больших альфах? Вот при альфа больше единицы. Нетрудно установить, что тогда функция должна быть только константой. Посмотрите, тогда должна быть дифференцируемость с нулевой производной, да? Уполняться в каждой точке. Договорились? То есть, вот такой вот зазорчик, в котором и надо жить. Договорились, да? Почему такие понятия возникают? Хорошо. Все. Значит, мне потребуется следующая лемма. Давайте я ее зафиксирую. Ну, судя по всему, вторая на лемма. Давайте так. А перед леммой забыл дать определение. Давайте дадим определение. Давайте сюда. Пусть у меня е подмножество r, но можно и рассматривать любое подмножество метрического пространства, как будет видно. И у меня есть последовательность функций, определенных на е. значит, последовательность gn называется равностепенно-непрерывно. равностепенно-непрерывно, если если она равномерно-непрерывно. Но эта равномерность еще и по номеру. Не только по аргументу, но и по номеру. Давайте это я запишу. Если для любого ε больше нуля найдется δ больше нуля, что для любого номера n из того, что x минус y меньше δ будет вытекать, что gn от x минус gn от y меньше ε. Вот, ребят, если я номер n зафиксирую, то что это будет означать? Равномерную непрерывность функции f на e. А здесь еще равностепенная непрерывность. То есть еще и по номеру это так. Все хорошо. Давайте с вами обсудим, зачем это мне нужно. Ну вот лемма справедлива. Пусть gn последовательность функций определенных на компакте k под множество r. Если последовательность gn равностепенно, непрерывно, и поточечно сходится к нулю и gn от x стремится к нулю для всех x и sk, то gn равномерно сходится к нулевой функции на k. равномерно сходится. Ага, ну вот почему мне нужно. Вот так связано с равномерной сходимостью. Но давайте докажем эту лему от противного. Предположим, противное. Ну, то есть вот это условие не выполнилось. Коллеги, давайте я где-нибудь в стороне напишу а 100, значит, это условие gn равномерно сходится к нулевой функции выполнено. Не пишите это. Для любого ε больше нуля найдется ну помогите номер, да, что для всех m больше либо равна этого номера для всех x из чего там k у меня gn от x меньше ε, так? А теперь это у меня не выполняется. Ну, что тогда это означает? Ну, пишу. Тогда найдется ε больше нуля, так? Ребята, давайте еще проанализируем, что здесь написано. Отрицание. Найдется для любого n большого найдется n маленькая больше либо равна n большого. Это значит, что? Сколь угодно большие номера n маленькие, да? Ну, тогда существует ε, существует строго возрастающая последовательность номеров. Так, что? Существует последовательность, да? k из k большого. Так? Так, что, что? g n вот так выполнено, правильно? пойдет? Да. В силу компактности k из этой последовательности можно выделить сходящуюся подпоследовательность, да? Ну, напишите, из последовательности xk можно выделить сходящуюся подпоследовательность, а я кратко напишу, существует xk g сходящаяся к x0. В силу компактности, замкнутости k x0 лежит в k. Правильно? Имеем. Имеем и сразу получим противоречие. А что? Давайте с вами посмотрим. Я напишу вот так. xn Что тут номер надо написать, да? k g от x k g модуль навесил. Что с одной стороны выполнил? Ну, вот это выполнилось с подпоследовательность больше либо равно ε. А с другой стороны давайте я сюда вставлю точку x0. Вставляю g с таким вот номером k g минус n k g от x0 закрыл закрыл плюс k g от x0 Ну, давайте с вами смотреть, давайте анализировать. всем ли понятно, что вот это слагаемое я могу сделать выбором g сколь угодно маленьким? Это вытекает из того, что в любой точке должна сходиться к нулю. Всем ли понятно, что выбором g я могу вот эту разность сделать сколь угодно маленьким? Сколь угодно маленькая. Это вытекает в силу равностепенной непрерывности. Правильно, коллеги? Почему? Здесь если я аргументы делаю маленькими, то вне зависимости от номера, вне зависимости от номера, у меня тогда должно уменьшаться и это значение. Правильно, коллеги? Ну, все, пишем противоречие, да, так как правую часть выбором g можно сделать сколь угодно маленькой, так как выбором g правую часть можно сделать сколь угодно маленькой. Ну, поздравляю, давайте я уберу и сформулируем основной результат нашей лекции. Так, поехали, теорема 7. пусть у нас функция f из l 1 t, если f удовлетворяет условию гель дарана отрезки АВ с показателем амфа, амфа, то ряд фурии сходится равномерно на любом подотрезке, лежащем в интервале АВ. Давайте я запишу на любом отрезке А плюс r b минус r, где r у нас больше нуля меньше b минус а пополам. Ох, замечательно! То есть мы с вами что сделали, да? Наложили на функцию f. глобальное конечно же условие, но все-таки на подотрезке на отрезке АВ. И вот такое сильное условие хотим получить. Ну вот этот отрезок конечно же вот здесь где ну в силу периодичности да, я согласен что у вас условие гельдерсти будет выполняться на сдвинутых отрезках. Так, ну что коллеги поехали? Докажем доказательства. Ну давайте распишу по условию. У меня что найдется константа что для всех x y из АВ выполнено что? f от x минус f от y меньше либо равно c с минус y в степени альфа. Скобку закрыл. Ага. Положим вот такую функцию определим. Это просто разность частичной суммы фурье и f. Где эту функцию определим? Ну вот на подотрезке. Почему на подотрезке? ну сейчас будет понятно. Что я могу сказать? Я могу сказать, что у нас по признаку Дини будет выполнено следующее Gn от x сходится к нулю. Поэтому в силу вот леммы 2 мне достаточно установить равномерную, равностепенную непрерывность. функция метода. Итак, давайте это я запишу. Покажем, что последовательность G равна степенно непрерывно. Хорошая, благая цель давайте реализуем. Итак, что я могу сказать? Ну какой у нас прием-то, все влезть в интеграл, а там с интегралом что-то там помухлевать, пооценивать. Ну так давайте и сделаем. Значит, запишем Gn в интегральном виде. Ну что там? Две лекции назад, что мы там получили? Одна из форм нашего представления была вот такой. 1 на π от минус π до π f от х минус t это, ребят, само представление частичной суммы, а дальше что? На ядро дирехле, да, было? Ну а теперь мы отняли еще и f. Значит, f от х, вот так, скобку, скобку, ну а здесь ядро дирехле записываем. Ну давайте уже его представление. d, nu, a, t. Ребят, ну надеюсь, теперь понятно, почему мне нужно вот чуть-чуть сужать этот отрезок, потому что у меня здесь аргумент вылезает за пределы разность. Если я точку выбираю, то тут я должен жить контролируемо, да, по t еще меняя. Вот, поэтому все логично. Ну что, давайте докажем равностепенную непрерывность. Имеем, а вот сейчас имеем что, да, ну давайте я выберу, ну тогда, давайте тогда для любых x, y из вот этого отрезка a плюс r, b минус r, и вот это еще число введу 0 r. Такое. А потом объясню, как мне это подобрать, так, чтобы все было красиво. Значит, тогда для вот таких вот аргументов и выбранного это имеем, что имеем? gn от x минус gn от y по модулю. Ребят, я чуть-чуть ускорюсь, ну давайте объясню, значит, что мы просто записываем разность, тогда здесь, это же общий, да, у нас будет множитель, теперь разность запишется вот здесь этих, добавится еще такая же разность с y, так, и я должен навесить модуль. Ну давайте навешиваю модуль сюда, на эту вот разность модуль сюда, и поехал еще разбивать, давайте я разобью, разобью как? Значит, первое, я разобью по отрезку от минус дельта до дельта, итак, сейчас я напишу, модуль t меньше равно дельта, здесь у меня стоит выражение из четырех слагаемых, так, я его по неравенству треугольника должен оценить, ну вот тут небольшая хитрость, как оценить, вот мы на маленьком таком отрезке оцениваем следующим образом, так, чтобы я мог гельдеровость достать, а как это достану, ну пишу, значит, что у меня будет, f от x минус t минус f от x по модулю плюс f от y минус t минус f от y, скобку закрыл, я тут побольше интегралчик напишу, здесь запишу 2 sin t пополам, ну модуль могу не писать, у меня вроде дельта, сейчас, дельта, какое дельта, это, тогда надо, да, тогда напишу, еще непонятно, как там с пи связано, ребят, пойдет, это я оценил, а вот этот синус оценил единицей, d мю от t, хорошо, ладно, двигаюсь дальше, второй, видите, да, коллеги, как объединил, в неравенстве, а теперь второй интегралчик, а второй интегралчик какой, он у нас будет по остальным, да, это, значит, как мне здесь записать, t модуль больше это, меньше пи, наверное, да, вот, здесь я по-другому оцениваю, f от x минус t, ну, вот это объединю, вот так, f от y минус t плюс f от x минус f от y, вот здесь модуль по-другому расставил, 2 синус t пополам по модулю d мю от t, ребят, здесь надо тогда еще сказать, как это связано, то есть могу предполагать, что оно меньше пи, ребят, все ли понятно здесь, просто расписал интеграл, вот так, теперь пытаюсь оценить каждый из слагаемых, давайте сотру, дайте сотру, а здесь пока сохнет, дайте первый интегралчик и один обзовем, второй и два, дает хорошо, ну что, давайте с i1, вот скажите мне, пожалуйста, справедлива ли вот такая вот оценка, в силу выпуклости функции синус, такая оценка справедлива, больше график лежит не ниже хорды, так, вот записал, так, ну давайте, в силу неравенства, в силу неравенства и условия Гюльдера имеем, имеем, ну что, коллеги, давайте с вами посмотрим, что имеем, ну я модуль навешу, хотя уже здесь и так с модулем они, оценка для первого интеграла какая, ну поехали, коллеги, помогите мне справиться, вот каждый из них, да, вот у меня, что здесь выполнено, да, я не вылезаю до за пределы отрезка, а там условия Гюльдера выполнены, значит, это у меня не превосходит, ну скажите, да, каждый из них не превосходит, напишу интегральчик, да, давайте, один на пи, интегральчик, модуль т, т, например, сходит это, здесь 2c, 2, потому что 2 слагаемых, и на что? На т в степени альфа, так, правильно? На в степени альфа, да, хорошо, пам-парам-пам, ну что, давайте теперь вот здесь оценим, исходя из того, что я сказал, здесь надо дописать, что еще и не превосходит пи, я всегда могу так записать, тогда, тогда как у меня раскроется, тогда у меня модуль, тогда т пополам попадет в промежуток, модуль т пополам попадет вот в этот промежуток, так, и значит, ну отдельно для положительного, для отрицательного всегда будет выполнено вот так, значит, ну давайте я это и проведу, тогда у меня, ну помогите, что здесь нужно записать, 2, это было 2, теперь сюда 2 на пи, это вот этот вот аргумент, и вместо модуля у модуль т пополам, правильно? Модуль т пополам, модуль т пополам, д мю т. Коллеги, пойдет? все замечательно, ну давайте, что-то тут сократилось, это с этой, это с этой, так, еще, c пи сократится, так, пи вот с этим пи сократится, c вынесу, что останется, коллеги, c, ну а здесь я четную функцию по симметричному промежутку, туда интегрирую, дайте я удвою, и от нуля здесь проинтегрирую, и так, интегральщик от нуля до это, ну помогите мне, t в степени, альфа минус 1, ну могу dt написать, у меня уже интеграл Лебега совпадает с интегралом Риммана, непрерывная функция, пойдет, коллеги? ну здесь вот интегрирую, что получается, 2c, альфа, да, первообразная, и подстановка t в степени альфа, это дает, это в степени альфа, коллеги, как вам оценка? Все замечательно, зафиксируем, эпсалон больше нуля, и, да, уменьшая это, если необходимо, можно, уменьшим, давайте так, уменьшим это так, чтобы, ребят, ну хочу, чтобы здесь, что было, ну меньше эпсалон, пополам, да, могу сделать, 2c альфа, это в степени альфа, меньше эпсалон пополам, а вы мне скажете, можно такое альфа взять? Ну, это же у меня положительная, да, величина, значит, это в степени альфа стремится к нулю, да, когда альфа, когда это стремится к нулю, ну, правда могу выбрать так, чтобы это выполнялось, пойдет, ребят, все, отлично, ни от какого номера тут не зависит, добился, чтобы первое слагаемое было маленьким, все, и такое это я зафиксировал, все, теперь понятно, ребят, как выбиралось это, я здесь уже не стал описывать, чтобы с потолка это не брать, но вот с такими, да, ограничениями надо выбрать это, все, выбрали и зафиксировали раз и навсегда до конца рассуждения, пойдет, уважаемые коллеги, все, замечательно, это, ну что, давайте теперь второй интегральчик оценим, да, ну что, вот надо здесь, да, справиться, да, ну поехали, ну давайте запишу, да, значит, так как синус t пополам больше либо равно 2π на модуль t пополам, ребят, а если я буду жить вот здесь, то тогда у меня какая оценка, больше либо равно, ну должен, да, вот модуль заменить на это, правильно, значит, что у меня будет, двойка сократилась, это на π, ребят, понятно, все, так как выполнено, то для i2 верна оценка, верно что, ну куда же мне перейти, ну давайте перейду сюда, какая оценка, ну давайте с вами запишу, вынесу вот отсюда, слагаемое, как вынесется у меня, ну вот здесь могу заменить на это π, вот этим π сократятся, 2 это останется, так, коллеги увидели, все отлично, пишу, 1 на 2 это, а здесь вот какой же у меня интегральчик останется, ну пока перепишу, сейчас, как там у нас, это модуль t, модуль p, да, f от, ну и как я тут объединял, x минус t, минус f от y, минус t, плюс f от x, минус f от y, оп, оп, d, мю, t. Ну, коллеги, значит, давайте я продолжу здесь оценивать, скажите, как у меня оценится здесь, x и y мы зафиксировали, значит, вот это константа, так, ребят, значит, я могу здесь проинтегрировать, давайте я проинтегрирую по всему отрезку от минус p, ну это же два подотрезка, да, отрезка минус p, все увидели, уважаемые коллеги, значит, если я эту константу туда вынесу, то могу оценить здесь 2π, длиной этого отрезка, где эти два подотрезка лежат, значит, ну хорошо, дочка там сократится, π останется, а вот с этим, что я здесь запишу, надо мне, ну давайте надо, да, запишу, как надо, да, ну давайте, 1 на 2 это, скажите, а если я здесь проинтегрирую по всему отрезку, может я и запишу здесь, зачем я говорю, вот так вот запишу, чтоб меньше разговоров, ребята, скажите, а вот это вот аргументы, как друг от друга отстоят, ну как точка y минус t получается из точки x минус t, добавлением y минус x, так, так что это сдвиг на h равное x минус y, так, а чего там у нас за теорема была какая-то, про сдвиг, он как раз и говорит, что можно непрерывностью сдвига воспользоваться, так, давайте воспользуемся, что я здесь пишу, помогите мне тут разобраться, я могу записать, что это норма, L1 норма сдвига, правильно, коллеги, где h, ну потом напишем, и вот здесь, как я и обещал, вот так, вот это константа, да, вот, ну давайте вы допишите, а я здесь могу воспользоваться кельдервостью, значит, что у меня будет, c на h степени альфа, где h это x минус y, ну все, уважаемые коллеги, объясните мне, пожалуйста, почему я могу это сделать, вот эту вот величину, меньше, сколь угодно, ну заданного, эпсалон пополам, меньше эпсалон пополам, x и y произвольные, но вот теперь я накладываю условия, какие произвольные, были произвольные, а теперь, можно ли выбором h добиться, чтобы у меня стала вот эта величина, меньше эпсалон пополам, ну да, это у нас маленькое можно сделать, а это в силу непрерывности сдвига, да, ну давайте напишу, в силу, в следующий раз, вот это, это функция сдвига, f с индексом h, она что сопоставляет, вот у вас был аргумент, да, ну не знаю, s, она сопоставляет, вот была функция f от s, а она f от s минус h сопоставляет, сдвиг на вектор, да, значит, в силу непрерывности сдвига, в силу непрерывности сдвига, и 2 можно сделать меньше эпсалон пополам, при условии, что, ну как бы давайте найдется, дельта больше нуля, что, если у меня для любого h, из того, что h меньше дельта, будет вытекать, что и 2 меньше эпсалон пополам, ну, и мы победили, давайте с вами смотреть, ну действительно, если я аргументы делаю маленькими, да, то у меня получается оценка g от x минус g от y меньше эпсалон, и эта оценка не зависит от номера n, а это как раз и есть равностепенная непрерывность, так, все, давайте напишем, равностепенная непрерывность g n установлена, равностепенная непрерывность g n установлена, теперь утверждение следует по лемме 2, теперь утверждение следует по лемме 2, Ребята, я поделюсь с вами, на мой взгляд, это красивые рассуждения. До этого я знал доказательства такого результата, но оно еще более техническое. А здесь нет больших выкладок, оно очень идейное. Я очень загорелся вам рассказать, но в силу того, что, может быть, это несколько длинные рассуждения, не факт, что я включу билеты, но поделиться хотелось с вами. Вот просто чтобы вы ощущали, ну вот это такое проявление, soft analysis, как говорит, вот есть heavy, когда это мелкие оценки производить, а вот есть идейные доказательства, которые сближаются с функциональным анализом. Вот забабахать последовательность в каком-то пространстве, там как-то все быстро провести, и из этого сделать уже вывод касательно какой-то задачи анализа. Это достойный такой результат. Договорились? Ну вот, все, что, наверное, хотел здесь сказать, сказал. Ну давайте перед перерывом установим вот эту теорему. Напишите следствие, и можно переписать следствие с теорем. Следствие с теоремой. Так. Ну что, доказательства, да? Покажем, что F удовлетворяет условию Гёльдера на R с показателем альфа равной единице. О, посмотрите, как грубо, да? С показателем альфа равной единице. Итак, в силу периодичности достаточно установить на отрезке минус ПП. Пусть. Ну что, конечно же, надо воспользоваться кусочную непрерывность. Значит, у меня на отрезке минус ПП конечное число точек разрыва, и все они первого рода. Давайте я перечислю. Пусть у меня x0, x1 и так далее, xn все имеющиеся точки разрыва F' включая концы. То есть концы могут быть, нет, но мы их всё равно добавляем. включая концы. Включая концы. Пойдёт, коллеги? По теореме Лагранжа о среднем у меня f от x g минус f от x g минус 1 по модулю не превосходит почему не превосходит f' вот x g на x g минус x g минус 1. Обычная теорема Лагранжа из первого семестра. А это как уменьшится точечки? В этом случае надо, чтобы это подойдёт в нём сзадах. Ну, давайте так. я тут плохо, наверное, сказал. В этих точках могут значения, да? Сейчас, нет, у меня непрерывность есть. Всё нормально. Непрерывность есть. Я не услышал. вот так, да? Вот так, да? Ну, ладно, не понял. Давайте допишу что-то, может, станет понятно. Ребята, вот здесь всё ясно? Хорошо, а теперь скажите мне, пожалуйста, вот здесь вот штрих стоит. на каждом подотрезке у меня функция имеет только разрыв, ну, внутри непрерывно, а до конца, на концах разрывы первого рода. Значит, я могу что сделать? По непрерывности доопределить, и у меня, получается, на каждом подотрезке сужение будет непрерывно, а значит, ограниченное. Значит, у меня есть общая константа, которая ограничивает все вот эти значения, Ребят, скажите, это понятно? А так как f' ограничено, то существует m больше нуля, такое, что f' вот кси g меньше m для всех g. Определение кусочно-непрерывной функции. если разрывы первого рода, их, конечно, число, да. Так, я-то забываю, что я в прошлый раз сказал, значит, я помню, но, да, не факт, что все зрители помнят. Надо бы напоминать. Так, ну давайте завершу уже. Ребят, константа вылезла, да, общая для всех точек. Ну что, давайте оценим. Пусть у меня х, у из вот этого отрезка и х меньше у. Тогда они куда-то там попали, да, вот между, давайте, х меньше у. Тогда между этими отрезками, между этими точками живут какие-то из точек разрыва. Может не быть, а может и быть, да. Давайте вот я запишу, это что, вот, х меньше либо равно какая-то точка хп хq меньше либо. Могу вот так вот разбирать. Все. Ребят, это видно, да, что тут написал. Ну что, поехали тогда. Ну и завершаю. Тогда что у нас? f от у минус f от х. Ну поехали. здесь применяю. Что будет? m вылезет, так, оценка на производную, на хп минус х. Коллеги, это понятно? Оценил по Лагранже вот здесь. Оцениваю по Лагранже вот здесь. m вылезла, оценка, плюс хп плюс 1 минус хп. плюс, плюс и так далее. Последнее, что будет? y минус хп. Скобку закрыл. Ну и скажите мне, пожалуйста, что здесь? Телескопическая сумма посокращались, останется что? до m на y минус х. Ой, ну это же как раз то, что и нужно. m определяемая самой функцией, да, величина. Всё, значит, я получил на любом подотрезке равномерную сходимость, да, у меня номер не зависит от выбора, да, как бы ха, ну а значит в силу периодичности я заключаю, что у меня равномерная сходимость везде есть. Ребят, всё ли понятно? Вот такой вот результат установлен. Мы ещё раз получим это другим способом чуть попозже, и это уж точно войдёт в экзамен, но вот это вот под вопросом поделиться мне очень хотелось. Мостик со следующим курсом как-то явно тут проявляет. Сделаем перерыв. Ребят, это можно не писать, просто послушайте, сейчас вступление будет, ну напишите тему суммирования суммирования рядов Фурье методом средних арифметических. Суммирование рядов Фурье методом средних арифметических. Ну давайте я скажу мотивацию к тому, что будет в дальнейшем. Исторически так всё складывалось. Сначала долго гипотеза держалась на протяжении 70 лет, что для непрерывной функции ряд Фурье должен сходиться. От каждого третьего студента на экзамене это слышишь. Но непрерывности оказалось мало для сходимости. В конце концов немецкий математик Дебуа Ремонт в 1875 году построил пример непрерывной функции ряд Фурье, который расходится в одной точке. Ну потом можно для бесконечного числа точек построить, для счётного набора. такие примеры есть. Как это на самом деле много чего перечеркнуло, потому что ну как же быть, это же основной класс для анализа непрерывной функции, если они не входят, ну это ж плохо. Всё держалось ещё какое-то время, пока Лепот Феер не сказал, что можно на это взглянуть по-другому. Вот давайте, что значит по-другому. Не пишите это, я просто проговорю какие-то определения. Ну вот смотрите, рассмотрим числовой ряд. Говорят, что ряд и закат их суммируем по Чезаре к числу С, давайте писать вот так, если вот такие последовательности, такая последовательность сходится где сигма Н это усреднение частичных сумм нашего ряда. Можно не писать, это я сейчас для рядов. Ребят, понятно, что здесь написано? Как? Давайте с вами посмотрим, что мы должны с вами знать об этих вещах. Ну вот давайте с вами посмотрим вот такой вот ряд 1, минус 1, 1, минус 1, 1, минус 1. Скажите мне, пожалуйста, это расходящийся ряд, у него иный член не стремится к нулю. Но вы согласитесь, что он суммируем по Чезаре. Давайте с вами посмотрим, как выглядят частичные суммы. нулевая частичная сумма 1, первая 0, 1, 0, 1, 0. То есть если я суммирую, то здесь в два раза меньше будет, чем вот этот номер. Предел будет какой? 1, 2. То есть существуют расходящиеся ряды, которые суммируемы в новом смысле. Им можно придать значение суммы в новом смысле. Договорились? Все. А что еще нужно знать? Вспоминаем далекий первый семестр, в котором была в задании задача, что если у нас последовательность сходилась, то последовательность S, S, сходилась, то последовательность Sigma N сходится к тому же пределу. Говорят, регулярность метода или перманентность метода. Это что означает? Что если он у нас уже был сходящимся, то он суммируем к той же сумме. То есть это расширение понятия сходимости ряда. Все, ребят, выясним. Ну а теперь можно приступать вот к чему. Богатая теория суммирование методом средних арифметических применение к тригонометрическим рядам. Ну вот это вот и достижение Лебот-Фьера. Давайте это достижение с вами обсудим. Итак, определение. Это уже надо записывать. Давайте приступим. определение. Пусть функция f у нас из L1 от t положим σ n f x это ну усреднение начальных сумм фурье. Суммы σn называются суммами Фьера. отлично. Давайте хоть пытаюсь успеть. Используя интегральное представление частичных сумм имеем. Получим интегральное представление сумм Фьера. Ну что, коллеги, пишу. Ну а здесь интегральное представление. Ну давайте что тут 1 на π интегральчик от минус π до π f от x минус t на dn от t dμ от t. Я просто записал одно из представлений интегральных для вот этой суммы. Коллеги, пойдет? Давайте продолжу. Вынесу вот этот знак суммы вот сюда. Получаю получаю что? Ну вот вместе с этим множителем 1 на π интегральчик от минус π до π f от x минус t и вот то, что получил, обзову f большое с индексом n от t dμ от t. Где? Ну вот эту функцию давайте опишем. fn название у нее n-ое ядро фейера. n-ое ядро фейера. Давайте поизучаем, что же это за ядро такое. Как оно устроено? fn от t равняется 1 n плюс 1 так сумма помогите коллеги n от нуля до n большого ну что тут будет? dn от t так хорошо давайте вспомним как через синус это записывается. вот так записывается, да? Ребята, уследили? Я просто переписал опять. Теперь попытаюсь убрать знак суммы в замкнутой форме запишу без знака суммы. Как это сделать? Ну надо бы вот это вот свернуть. Ну опять можно здесь расписать через экспоненту взять мнимую часть но давайте уж тригонометрией я воспользуюсь здесь. Так как если аргументы синуса образуют арифметическую прогрессию с показателем q то домнож и раздели на синус q пополам. Ну давайте я так и сделаю. Почему это будет так сейчас мы узнаем это образует арифметическую прогрессию с показателем t пополам. Значит я домножаю на t пополам и делю на t пополам. Скажите мне пожалуйста ну двойку еще запишу. Ох и надо вот чтобы кто-то мне сказал как тут будет произведение разности на минус косинус суммы косинус разности скажите мне что будет nt минус косинус суммы n плюс 1t ой а если сумма ж у меня стоит то это будет телескопическая сумма и останутся только крайние члены ой отлично давайте запишем так как это то что будет то fn от t равняется 1 на n плюс 1 множитель здесь я что делал ребят 4 да на 2 вот этих домножил 4 квадрат синуса так и осталась сумма вот этих вот агрегатов и от этой суммы остается косинус крайне нуля единица минус косинус n плюс 1t ну ну еще перепишу чтобы всех убедить вот так да будет если еще двоечку здесь заберу и объединю то это будет квадрат чего n плюс 1 пополам т так ребят так синус квадрат синуса аргумент n плюс 1 пополам т и здесь будет 2 синус квадрат т пополам ребят отреагируйте понятные рассуждения все ли здесь ясно давайте с вами ощутим какие преимущества по сравнению с ядром дирехле есть преимущество вот какое эта функция неотрицательная итак давайте запишем отсюда следует что а fn неотрицательна b ну что я могу сказать для любого дельта от нуля до p fn от t ну конечно же неотрицательно запишу снизу оценка нулем а справа n плюс 1 вот здесь вот чем я могу оценить ребят ну вы согласитесь это сразу единичкой а вот здесь у меня t пополам живет от нуля до p пополам там у меня синус возрастает а он внизу живет поэтому оценка какая будет ну вот в этом до конце возьму на отрезке от дельты до пи да я оцениваю значит я должен в дельты взять и так значит здесь будет 1 на 2 синус квадрат дельта пополам так и это будет на каком от дельта до пи вот такая оценка что какую отсюда написано следует еще раз эта функция неотрицательная модуль сюда навесил единицы оценил а эту оценил вот так все ребят пойдет ну и давайте с вами а что мы еще знаем интеграл от минус дельта до дельта от ядра дирехле чему равен пи тогда скажите мне если я интеграл сюда напишу от минус пи здесь у меня н плюс одно слагаемое равное пи делится на н плюс один получаем снова пи давайте это запишем пункт в интеграл от минус пи пи фн от т дт могу в силу непрерывности интеграл риммана написать равен пи так как так как что интеграл от минус пи от ядра дирехле равен пи коллеги пойдет так ну не успел заболтался так сейчас я попытаюсь сказать давайте запишем теорему чтобы ощутить фейер получил ее в 1900 году и ну она на венгерском было написано через 4 года ее издали в немецком журнале математическом и тогда он стал вот известным да человеком давайте я запишу и порадуемся за фейер так пусть f у нас из l1 от t если f непрерывно в точке x то сигма n f от x вводится к f от x более того если f непрерывно всюду на r то всюду сходится к f от x но не просто а равномерно фейер фейер вернул непрерывные функции как основной класс для изучения но теперь угол зрения немного изменился да суммировать надо а не рассматривать как сходящиеся ряды это классики не заметили а фейер заметил а было ему 19 лет так что вот пример такого вот научного открытия в довольно раннем возрасте коллеги ну давайте сейчас уже заканчивается еще одну минутку я прокомментирую так на каком вот пятачке идет игра почему тут все хорошо а для сходимости ряда фурье в обычном смысле плохо ответ кроется вот как раз вне отрицательности как я сказал давайте с вами посмотрим что здесь написано здесь написано что как у меня ведет себя вот это ядро неотрицательная функция которая ну вне любой окрестности нуля как устроено стремится к нулю то есть она вот а когда мы рассматриваем вот такую вот вещь то ну не получается да вот l1 l1 норма совпадает вот l1 норма fn она совпадает с пи потому что эта функция не отрицательна но как только вы здесь пытаетесь l1 норму а в оценках нужно модуль же навешивать модуль навешиваете этот интеграл начинает расходиться он ведет себя примерно как логарифм n он стремится к бесконечности но медленно поэтому как бы теория не безнадежная но сложная побороть вот это вот стремление к бесконечности вот такая игра всего спасибо до следующего раза спасибо 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 Продолжение следует...